Гостеприимная, надежная, главное мирная, комфортная, с миролюбивыми и отзывчивыми людьми. Именно так сегодня говорят про Беларусь люди, которые были вынуждены покинуть свой родной дом, где по сей день идут военные конфликты. Сегодня для каждой семьи из Украины Беларусь стала спокойной гаванью, где они могут начать жизнь, которой ничего не угрожает с чистого листа. Нашего государства является привлекательным в части приезда граждан из других стран. Почему? Потому что все мы видим, что у нас хорошая, добрая страна, мирная страна, что немаловажно, экономически подкованная страна, что немаловажно. Поэтому много граждан тех государств, где идут конфликты, где идут вооруженные действия, прибывают к нам и обращаются к нам за международной защитой. Все вы знаете, что Республика Беларусь является участником государства, которые подписали конвенцию 61-го года, протокол 58-го года о предоставлении дополнительной защиты и статуса беженца иностранцам, которые в этом на самом деле нуждаются. В прошлом году, в 2023-м, к нам обратилось более 300 человек за получением такого статуса. В этом году я отмечаю, что к нам уже обратилось более 40 человек. География расширенная и разнообразная. Начиная от граждан Украины, нашего соседнего государства, и заканчивая страны Африки, такие как Эритрея, Афганистан, Пакистан. Понятно, что культуры разные, разные традиции, разные подходы к восприятию реальности. Мы им помогаем адаптироваться вместе с нашими сотрудниками. С этой категорией, кроме нас, работают представители организации общественных, таких как Красный Крест нам очень помогает, международная организация по миграции. Все в совокупности мы, конечно, пытаемся этим людям в легче жизни пробовать им помочь, в ассимиляции, в адаптации в нашем обществе. Семье Натальи Пальваль покидать привычное место жительства было непросто, но ситуация вынудила, ведь женщина в первую очередь думала о безопасности дочерей и внучки. Свою раннюю прожитую жизнь Наталья с семьей уместили, так сказать, в одну сумку, лишь бы выжить. Дома у нас было страшно, постоянные взрывы, ребенок ходит в детский сад, а в детском саду их положили спать, воздушная тревога подняли, повели в бомбоубежище, постоянный стресс для ребенка. Это очень тяжело и страшно, и понимаешь, что сегодня взрыв где-то на соседней улице, завтра он может быть над твоим домом. Детей надо было вывозить. Конечно, мы думали, собрались, приехали в Беларусь. Почему в Беларусь? Потому что это страна близка по менталитету, русский язык, родной для нас язык. Это очень важно. Ребенок имеет возможность социального контакта со сверстниками на родном для себя языке. Мы приехали в октябре, в октябре 23-го года. Приняли, нас очень хорошо приняли. Мы когда только пересекли границу, сразу же обратились. Это время было еще, можно сказать, ночью, вчера не утро. Там такое, вроде как киоск небольшой, написано, что если вы приехали из Украины, заходите сюда. Мы подошли, зашли, и там сидел мужчина, я ему говорю, здравствуйте, мы из Украины. Он говорит, очень хорошо, что вы к нам приехали. Это было настолько удивительно, что человек искренне рад. И нам сразу же помогли. Нам сразу же оказали помощь гигиеническими наборами. Нас отвезли, где мы смогли отдохнуть, помыться, лечь, спать. Нас отвели в столовую, где нас накормили. Это вообще просто. Мы будем жить, работать, пока будет такая возможность. Мы на данный момент не видим возможности вернуться домой. И когда такая возможность будет, я не знаю. История семьи Клобуковых похожа на сотни других, кто вынужден был бежать из Украины. Вот только Галине и Геннадию с детьми посчастливилось попасть в Беларусь, которая стала для них тем самым островком безопасности, где для них были предоставлены прекрасные условия для жизни, работы и учебы, социальной гарантии и всесторонняя поддержка. А также каждый прибывший получил документ временной защиты. Мы приехали всей семьей из Сумской области и Сумского района. Ну и очень благодарны государству Беларусь и председателю сельского совета Ворошиловой Галине Васильевны. И благодарны очень людям, которые нам помогли и Красному Кресту, и миграционной службе. Ну мы действительно очень рады, что попали сюда, где у вас тихо, мир. Ну и что вы нас приятно встретили. Работаю в Агрогородке «Ополь» на тракторе тракториста. Благодарна сеть Шепелику Александру Андреевичу на предоставленное трудоустройство. Также главе «Ополь» совета Ворошиловой Галине Васильевны. Все у них добро встретил. Люди добрые. Спасибо большое. Решили здесь остаться. Будем просить о виде нажительства, потом о гражданстве. Страна нравится сам по себе, очень порядок. Во-первых, я человек, ну как советский, служил в советской армии. Школу закончил. У нас одна дочерь. 9 мая день рождения, а мы не имеем права его праздновать в Украине. Такие дону. Теперь все эти люди действительно начинают новый этап своей жизни и заново начинают строить свое будущее уже на гостеприимной белорусской земле. Однако с той поддержкой, которую им предоставляет наше государство, они будут спокойны за свою жизнь. Спасибо. Спасибо.